Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Лесные хоромы». Итак, шел лесом прохожий, да обронил кузовок, Обронил и не хватился, и остался кузовок у дороги. Летела муха, увидала, думает, дай загляну, Нет ли чего съестного, а в крышке как раз такая дырка, Что большой мухе пролезть. Влезла она, съестного не нашла, кузовок пустой, Только на дне хлебных крошек немножко осталось. Зато хоромы хороши, подумала муха, стану в них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни дождик не замочит. И стала тут муха жить. Живет день, живет другой, и вылетать не надо, Крошек еще всех не переела. Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает, Кто в хоромах, кто в высоких? Я муха-громотуха, а ты кто? А я комар-пескун, пусти в гости. Что в гости? Пожалуй, хоть живи тут. Не успел комар пробраться в кузов, а уж у дверей оса сидит. Кто в хоромах? Те отвечают, двое нас. Муха-громотуха, да комар-пескун. А ты кто? А я оса-пеструха. Будет мне место? Место-то будет. Да как в дверь пройдешь? Мне только крылышки сложить, а я не толста. Везде пройду. Ну, добро пожаловать. Она в кузов, а у двери уж опять спрашивают, Кто в хоромах, кто в высоких? Муха-громотуха, да комар-пескун, Да оса-пеструха. А ты кто? А я слепень-жигун. Зачем? Да к вам побывать. Милости просим. Да пролезешь ли? Как не пролезть? Только немножко бока подтяну. Пролез и слепень в кузовок. Пошли у них разговоры. Муха говорит. Я муха не простая, а большая. Порода наша важная. Ведет род истари. Везде нам вход открытый. В любой дворец прилетай. Обед готов. Чего только я не ела, Где только я не была, Не знаю, есть ли кто знать не меня. Кажется, и мы не из простых, Говорит оса. Уж не передо мною бы хвастаться. Я всем взяла и красотой, и голосом, И нарядиться, и спеть мастериться. Все цветы меня в гости зовут, Поят, кормят. Не знаю, есть ли кто на свете Наряднее, да голосистее. Посмотрела бы я. А меня не пережужжишь, Сказал слепень. Да, у тебя приятности в голосе нет. У меня голос тонкий, Говорит оса. А у меня и тоньше, и звонче, Пискнул комар. И пошли они перекоряться. Только слышат, Опять кто-то у двери возится. Кто там, спрашивают. Никто не отзывается. Кто у терема, Кто у высокого? Опять ответа нет. Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, А муха-громотуха, Да комар-пескун, Да оса-пеструха, Да слепень-жигун. Сверху не отвечают. Надо бы влезть да посмотреть, Крикнули все в один голос. Я первая не полечу, Я всех знатнее, Говорит муха. Я первый не полечу, Я всех голосистее, Говорит комар. Я первая не полечу, Я всех наряднее, Говорит оса. Я первый не полечу, Я всех сильнее, Говорит слепень. И пошел у них спор. Никто лететь смотреть не хочет. Вдруг в хоромах стало будто темнее. «Что это за невежа нам свет заслоняет?» — крикнули все. «Да ведь это не как паук свою сеть заплел», — сказал комар. «Ах, и в самом деле загудели все. Как нам быть? Что делать? Надо поскорее выбираться. Пока месь еще сеть не крепка, прорвемся». «Мне первый», — кричит муха, — «я всех знатнее». «Мне первый», — жужжит оса, — «я всех наряднее». «Мне первому», — пищит комар, — «я всех голосистее». «Мне первому», — гудит слепень, — «я всех сильнее». И пошел у них опять спор. Чуть до драки не доходило. Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину. А как согласились, кому за кем лететь, все в ней засели. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! До встречи в новых видео! До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok